здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки вот очередная задача и очередная объяснялка раздавалка выполнялка орфографию я не трогаю пусть этим занимается у учителя русского языка и литературы моя задача помочь в понимании физики определить насколько процентов уменьшится сила тяжести и ускорение своего падения на вершине или бруса высота которого 5642 метра над уровнем моря над уровнем моря ну что ж давайте с вами разберемся и с этим то сказать вариантов вот нарисуем землю земли есть радиус конечно масса эти две вещи ну на мой взгляд необходимо знать все таки чему равен радиус земли и масса земли обычно массу земли принимают как 6 целых на 10 в двадцать четвертой степени килограмм радиус земли 6400 километров вот как правило ну и я буду точно так же делать так что мы знаем что вот это у нас земля находится тело масса которого масса масса м м м м ну и что мы знаем что на это тело действует сила тяжести м же на любое тело мы даже рисовали вот поверхность земли телом него действует сила тяжести м же вот я на поверхности земли то есть о центре земли на расстоянии 6400 километров мне до тела находится сила тяжести действует нарисовал силу тяжести сила тяжести всегда направлена к центру земли вот она сила тяжести хорошо ну с другой стороны мы же знаем закон северного тяготения эту силу можно рассчитать по формуле же масса тела масса земли и деленное на расстояние между ними за расстояние принимается расстояние от центра земли до ее поверхности то есть радиус значит радиус квадрате и тогда мы видим что неважно нам какое тело находится на поверхности земли ускорение свободного падения будет вычисляться вот таким вот образом вот а теперь мы начинаем от земли удаляться поднимаемся 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 вот поднялись на какую-то высоту h что будет происходить а моя центр то удаляемся значит расстояние увеличивается значит и ускорение свободного падения будет становиться меньше поэтому ускорение свободного падения на высотах ну достаточно относительно больших от поверхности земли ускорение свободного падения будет подсчитываться следующим образом ар плюс вот это вот самая высота квадрате вот и все поэтому нам нужно просто напросто сейчас взять и рассчитать о чем будет равняться ускорение свободного падения на высоте аж который было равно у нас пять тысяч шестьсот сорок два не километра а метра вот так вот ну что я это сделаю следующим образом вот напишу дробную черту же это постоянная величина 667 на 10 минус одиннадцатой степени масса земли 6 на 10 в двадцать четвертой а здесь смотрите что сделал километры должен в метр перевести 6400 в одном километре тысячи метров значит еще три нуля и плюс наш высота пять тысяч шестьсот сорок два метра и все это в квадрате мы берем калькулятор начинаем считать считаем 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 и получаем девять целых семь пять восемь ну метров на секунду в квадрате должны были получить вот этот вот результат а на поверхности земли сколько девять целых восемь десяток то есть если на поверхности земли у нас 9 но обычно берут восемьдесят одна мы хотим же точно знать то есть это у нас сто процентов а девять семь пять восемь сколько же это процентов получается ну то есть если мы хотим найти процент на сколько-то сказать сколько процентов потерялось на высоте пять тысяч шестьсот сорок два метра значит я просто поделю девять семь пять восемь на девять восемьдесят один вот и получу число девяносто девять целых четыреста шестьдесят девять процентов то есть на земле у нас сто процентов а вот на этой самой высоте девяносто девять четыре то есть насколько уменьшилась а насколько уменьшилась на полпроцента то есть сто процентов мы отнимем девяносто девять четыреста шестьдесят девять процентов да он сколько получаем если округлим мы получаем где-то пол процента то есть не надо думать что ускорение свободного падения вот она уж совсем будет мы си пусеньким на высоте пять тысяч шестьсот сорок два метра уменьшилась и мы увидели что она уменьшилась всего лишь на полпроцента это говорит о том что 6400 километров радиус это огромнейшая величина огромнейшая величина точно так же как мы иногда думал что 100 метров до это совсем ничего ничего так себе ничего представьте себе здание высота 100 метров это где-то в районе 30 этажей может даже чуть больше поэтому не стоит удивляться что ускорение свободного падения уменьшилось всего на полпроцента ну а что такое сила тяжести сила тяжести это произведение массы тела на ускорение свободного падения но поскольку масса не изменяется вообще вот тогда и сила тяжести уменьшится тоже на полпроцента говорите масса не изменяется ну в принципе конечно изменяется если мы полезли так сказать вперед на высоту на эльбрус до идем 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 естественно мы тратим энергию масса наша уменьшится вот не мешало бы так сказать и заниматься поднятием на эльбрус на высоты чтобы сбросить пару-тройку килограмм но это так вот а еще интересней и лазить и решать задачки по физике ну хорошо вот такая вот ситуация напоминаю что вы учите физику на канале или гор на канале где собрано огромнейшее количество различного рода задач поэтому если вы не записаны на мой канал пожалуйста запишитесь и не забудьте поставить лайк до новых встреч всем доброго